Ознайомиться с методами поддержки приватной инициативы в регионе. Ахалуна выслухать самих предпринимательников, как разуметь, с какими проблемами они сутыкаются в своей деятельности. Для этого представители постоянной комиссии наведали компании, что работают на плясовце свободной экономической зоны Гомель-Ратон. Наибуйнейшее предпринимательство «Алкапак». Угод с этих конвера усыходят больше миллиард одинок закарковочной продукции и ее чекают в большем 20 краинах света. А кроме того, вытворчесть задавальняет потребы мясового рынка, а импортозамящение – это важкий аргумент, как развивать белорусский бизнес. Вы знаете, очень актуальная тема, потому что действительно сегодня развитие малого и среднего бизнеса даст большой толчок нашей экономике в целом. Упрощая схему и налогов блажения, и земельного кодекса, а также минимальные цены на туристовую недвижимость помогут бизнесу развиваться. А развитие сопутствует с какими-то инновационными идеями. И самое главное, чтобы в этой ситуации было создание новых рабочих мест. Наступный пункт программы – Гомельский технопарк. Мытые его деятельности створать умовы для коммерциализации инновационных идей и не допустить оттоку специалистов за мяжу. Спрощенная система податка-обкладания, льготная аренда офисов. Это допомагает малому бизнесу стартовать. Али только этого недостатково. Иснуют факторы, которые перешкоджают предпринимательство динамично развиваться. По раннейшему актуальна тема снижения администрационных барьеров и спрощения законодавства. Этот вопрос поднят, чтобы снять ту нагрузку, которая есть на бизнес, я имею в виду излишние проверки, излишние инструкции еще 50-х годов. И они не всегда уже соответствуют тем реалиям, которые происходят у нас в республике. Поэтому этот вопрос сейчас я как раз вхожу в комиссию по обсуждению и снятию этих вопросов при президенте. Подчас размовы за круглым столом было огучено, что пылные зрухи в этом накерунке уже отбылись. На протягу полгода ишел сбор информации. У який бок менять законы запытали у самих бизнесменов. Удельничали в этой справе усе без выключения держорганы. Выником стал проект нового декрета. Уже подготовлен пакет очень серьезных документов. Находится на завершающей стадии проект декрета об упрощении. В качестве примеров я хотел бы привести, были проанализированы и собраны воедино, например, все пожарные нормы. Оказалось 586 пунктов. Потом взяли, ну, как говорится, топор, которым отсекли все, что можно передать на уровень саморегулирования. Осталось всего 58 пунктов. Из санитарных норм было 1100. Осталось тоже более чем в 10 раз сократили количество. Документ уразы поменьшить подробование до бизнесу. Кончатковое за отвержение декрета – это пытание некольких тыдня. Але уже зараз у некоторых районах краины отзначенный видовочный рост регистрации индивидуальных предпринимательников. Увогаля такая промая работа с пропановами бизнесменов, допамагая бачить полную картину и вызначать безпроигрышные шляхи развития бизнесу. До Гомеля с этой мытой специалисты наведали Магилю и Гродно. И такая работа будет протягиваться. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, отель и радио «Компания Гомель».